Парк Веса По некоторым данным составляет 50 тонн Как это было сделано? Какими усилиями? История до нас не донесла никаких фактов Есть какие-то невнятные упоминания о том, что якобы создавали эту ванну в течении 10 лет усилиями целой артели Но точных исторических данных нет Пытаемся проникнуть внутрь этого объекта Но почему-то год назад по каким-то непонятным причинам объект был обнесен за ботином И доступ туда сейчас официально запрещен Кем это сделано? Зачем это сделано? Непонятно Вот как раз та самая знаменитая царь ванна О которой ходит так много слухов, легенд и споров Как ее сделали? Как сумели высечь? Такое грандиозное сооружение из единого пуска гранита Совершенно непонятно Да, она действительно гладкая Она не просто гладкая, она отполирована Причем отполирована очень хорошо Это действительно был единый кусок какого-то огромного мегалита Большого гранитного блока Из которого выточили вот такой грандиозный совершенный объект Ну, примерно метров пять, наверное, в диаметре Официально исторические данные нам говорят Что вот эта ванна была создана по заказу Александра Первого Который любил холодные купания И повелел своим мастеровым создать вот такое грандиозное Можно даже сказать мегалитическое сооружение Размеры просто поражают На фотографиях, конечно, она выглядит намного меньше И реально она вся отполирована Причем не видно даже следов инструмента Такое впечатление, как будто ее обрабатывали на каком-то гигантском станке Как это было сделано, непонятно Что за технология Неужели такую ванну можно было сделать вручную Официально исторические данные нам говорят о том Что якобы вот это вот грандиозное сооружение Было создано в 18 веке из единого куска гранита По заказу Александра Первого Который очень любил холодные купания Но, опять же, удивительно Настолько точная обработка Такое создается впечатление, что как будто ее выточили Вот эту вот ванну на каком-то гигантском огромном станке Настолько четко обработаны все поверхности Не видно ни следов инструмента, ни следов зубил То есть ее реально как будто выглаживали На каком-то огромном механическом устройстве Посмотрите, очень четко сняты все вот эти вот круговые фасочки Можно ли сделать это с помощью обычного долота, зубила И каких-то примитивных инструментов Я сомневаюсь Тут, конечно, нужно уже задавать вопросы экспертам современным по строительству Может быть они смогут каким-то образом подсказать Как можно создать такой грандиозный монумент вручную Она идеальна по всему кругу Вот как они это делали Ни сколов, ни каких-то зазубрин Такое ощущение, что я просто после создания Отшлифовали шкуркой нулевкой Вот я веду рукой И вся поверхность гладкая Абсолютно гладкая И поражает, что по всему периметру Вот этот вот Внутренний Выгиб Внутренний выгиб Он абсолютно идеально выдержан по всему периметру Кстати, находиться здесь довольно опасно действительно Потому что какие-то то ли камни падают, то ли люди лазают Я предлагаю попытаться, пока у нас еще есть время Спуститься в подвал Потому что именно в подвале По некоторым данным Находились печи, которые снизу обогревали всю вот эту вот грандиозную конструкцию Давайте попробуем это сделать Вот сейчас мы находимся в подвальном помещении Непосредственно под ванной Значит, мы можем пройтись Это большой круг идет Давай мы просто сначала, Димка, пройдемся Быстро снимем, а потом попробуем поговорить Надо сначала понять, о чем вообще говорить Это большой тоннель? Да Ну вот на стенах, похоже, видны следы То ли копоти, то ли это плесень Тут, конечно, пока говорить сложно Ну вот тут, похоже, копоть Валь, как ты думаешь? Вот, по-моему, тут следы копоти Вот здесь вот, это копоть, скорее всего, да Это не плесень Что самое интересное, что в основании там идут не кирпичи, а какие-то блоки Кстати, да А вот посмотрите, действительно, какие-то блоки Причем, похоже Гранит, не гранит, сказать сложно Но вот здесь вообще похоже, как будто Валентин, посмотри Это вообще, по-моему, как будто литье какое-то Вот как современные шлакоблоки делают Или это все-таки Какая-то, простите, гранитная порода Процарапано Ну, процарапано То есть, видимо, были все-таки Какие-то следы обработки Значит, сырой материал Потом скрипками выравнивали То есть, думаешь, что изначально заливали все-таки Заливали, пока он затвердевает Его немножко подравнивали Так И вот пока нигде мы не видим следов печей Следов печей действительно нигде нету То есть, здесь просто сделана подпорка А, кстати, вот оно отверстие Какое-то, которое находится непосредственно Да, вот днище ванны Ну, мне кажется, явно этого отверстия не хватает Чтобы нагреть Такой грандиозный объем воды То есть, это просто похоже То ли слив, то ли воздуховод какой-то Ну, я скажу так, что Видишь, выполнена лестница механическая И, по всей видимости, тут был какой-то дощатый пол Значит, вот это все Могло нагреваться до высокой температуры При которой некомфортно ходить И поэтому была Воздушная поскольку Теплоизоляционная И люди заходили по... Валентин, но в любом случае Где-то должен был разжигаться огонь Ну, пошли туда Ну, посмотри Ну, вот явно Даже если здесь развести снизу большой костер И огонь будет пробиваться туда под ванну Толщина ванны достаточно большая То есть, вот этой маленькой дырочки По моему разумению Не хватит, чтобы нагреть вот эту ванну А потом, чтобы сделать такую температуру Тут, кстати, вот тоже какое-то отверстие в стене Да, вот, кстати Смотрите Дмитрий Посмотри Здесь вот тоже в стенах какие-то отверстия Закопченные Непонятного назначения Посмотри А, да, вот тоже Раз, два Причем кирпичи там достаточно массивно Это явно или Для подачи тепла Или для Как в каминах Да Поддувать Воздух Воздух Очень похоже Да А, да А, да А, да А, да А, да Но этот камень Он не в копоте Что опять же странно Если мы предполагаем Что здесь На полу Прямо разжигали костер То эти камни Они должны быть В центре Тут не могли В центре должны были Разжигать А в центре Там есть следы А тут есть Была еще Штукотовка Была опалубка Но все равно непонятно Вот следы штукотовки Следы опалубки Видишь? Вот Следы опалубки Давай вот так вот посмотри Вот так вот Давай В подцвете Видишь? Вот следы штукотовки Это глина Глина Проскопрочный материал Который ходит для отладки печей Вот тоже Это глина Это не семейный А вот тут кстати Больше всего следов копоти Вот именно над этим провалом Ну Может быть это и сейчас Тоже видишь Что тут ходил Лазер Сделал Вот Надо нам вот то отверстие Сейчас сфотографировать Потом его изучить Хорошенько Еще Да Вот Скорее всего Это ниша Вон Она могла быть завалена ниша Но вот она везде По периметру Как раз находится Вот именно отверстие Видимо для подачи воздуха Опять же непонятно Посмотреть бы интересно Куда эти отверстия выходят И как этот воздух Сюда вообще подавались А Тут в центре одно Тут отверстие И обрати внимание А вот что это за камни тут Здесь лежат Кстати смотри Вот Камень Вот еще такой же камень Смотри Это мой второй вопрос Да Что камни эти здесь делают Никто сюда камни Сам по себе не мог притащить Вот это вот Да Что за след Вот это камень Блок от Ну это блок от стены Отвалился где-то Ну тяжелый довольно Ну несколько тяжелых А вот этот камень вообще интересно Он стоит прямо по центру Под этим отверстием Обратите внимание Вот камень И вот как раз сверху Вот это отверстие Такой же материал Что и сейчас Да Похоже Но почему именно Под отверстием То есть явно Он какое-то технологическое Назначение имел Он не просто так здесь Под одним отверстием находится Может быть Падали Ворошили Сюда Так откуда он мог упасть Сюда Камень то здоровенный И вон еще В смысле не то что упал Опять да Посмотри Видишь Вот это отверстие Оно обработано Опять же Угу Вот основание Не кирпичом Значит А этот Камень Имеют Высокую Теплостой Сделано то добротно Вот Смотрите Вот Какой момент Видите Здесь у нас Камни в основании Тут Нет у нас Камни в основании Видите Там просто кирпич Тут есть Там нет Именно За вами Тоже Нет в основании Никаких Камней Только здесь В центральной части Непосредственно Под По 2 Увеличение Опять же Свод Увеличение То есть Поток Горячего воздуха Устремлялся Туда вверх Вот Вот Это Пселок Тоже С наклоном К этому Отверстию По Восходящей Линии Теплый воздух Поднимался Вверх Если Его Делали Опять Жаропрочный Возможный Жаропрочный Камень Свидетельствует О том Что Тут Могла Быть Высокая Температура И опять Обработка Этим Камнем Ответ Высокой Температур Это Современные Дырки Пытались Смотреть Ну Опять Валь Смотри Ну Хорошо Сюда Пришел Теплый Ванна С полом Не контактирует Как она Нагревалась Ты понимаешь Если Высокая Температура И За счет Того Камень Разогревался Он не мог Нагреть Ванну Не надо Нагревать Если Что Такой Печь Русская Печь Это Сложенные Каменные Изделия Стена Которого Нагревается До Высокой Температуры Соответственно Тут Тоже самое Это Свод Мог Нагреваться До Высокой Температуры За счет Тепло Отдачи Он мог Нагревать Косвенно Ванну На Не столь Высокую Температуру Но Достаточно До того Чтобы там Люди находились Вместе с водой Но Соответственно Помещение Тоже Для Поддержания Температуры Нормального Уровня А не Для Высоких Температур Не до Кипячения Поэтому Существует Воздушная Прослойка Между дном Ванны И этим Сводом Вообще Интересно Ты Хочешь Длину Замерить Да? Лазером 9 метров 40 сантиметров Длина Длину Прохода Длина 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 5 метров 75 сантиметров 5 метров А на месте Приходной Ямы Очень интересно Тут самый большой свод получается И он очень Хороший Кстати Посмотри Тут больше всего Копоти идет Может вот здесь вот и разводили огонь может не факт что мы сейчас на естественном полу стоим тут скорее всего замусорен достаточно сильно конечно он это и болта наверняка намного ниже был сюда видать вода заходила и заносила а вот здесь как раз да дровня могла быть может видишь отсюда такая копоть идет ну а как это получает чтобы вот это все вытащить это надо свод разбирать или какую-то дырку в стене делать а дырку начнешь не делать это все начнет просто обрушаться потом чем это зацепить за какие-то они знают какие-то надо веревки какие-то супер прочный танком что ли вытягивает танком начнешь вытягивать сломает глубина метр семьдесят диаметр четыре с половиной метра нигде не видно сливного отверстия как они потом эту воду отсюда убирали неужели просто вычерпывали ведрами совершенно непонятно и по моему бестолковый труд кстати внутри ванны виды похожи следы от пуль потому что по некоторым данным во время войны немцы когда оккупировали эту территорию пытались эту ванну вывести в германию но у них ничего не получилось по столбу колодца поднималась вода то что лишь вам дырочки какой-то аналог вот в водонапорной башне он мог быть высоким примеру там несколько метров в высоту и служил как накопитель воды по которому уже вода самотеку слова отстойник обработанную сторону пруда возможно для слива воды значит это делалось в одно время как предположение потому что однозначно об этом можно говорить только когда когда будет сделана физическая съемка по превышением отметок низа основания ванны и этого выходного канала но очень похоже на это потому что как раз похоже на систему водоспуска очень похоже то есть саш получается если вот тот ручеек который мы видели он вот та вот система с колодцем скорее всего водонапорный колодец как-то этот правильно называют чтобы регулировать автоматический уровень воды он скорее себе мог использовать именно для наполнения для подвода воды а вот это вот дренажная система или как его правильно назвать для того чтобы воду уже оттуда убирать сливать не руками же они оттуда вычерпывали самом деле так как ванна не работает в данный момент соответственно этот ручей сухой а тот ручей работает то есть логически получается так что если мы сейчас ванну начнем использовать в основе все эти каналы то этот канал должен заработать если конечно он там посередине не передавлен не обрушен не закрыт чуть ниже 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 да ну слушай ну прям уходит туда прям уходит 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 по направлению похоже что это именно на ванну позже без другого ничего быть не не может